Великобритания добилась для себя особого статуса в Европейском Союзе. После долгих переговоров в Брюсселе 27 стран согласились принять жесткие условия англичан, лишь бы те не вышли из состава ЕС. Среди прочего, Британия, например, добилась права не платить трудовым мигрантам из других стран еврозоны. Эксперты называют это опасным прецедентом, намекая, что примеры Лондона могут последовать другие страны. Впрочем, свое мнение по поводу дальнейшего членства в Евросоюзе должны еще высказать сами британцы. Как раз сегодня была объявлена дата референдума. Репортаж Яны Подзюбан. День Икс назначен. Быть или не быть в Евросоюзе британцы решат 23 июня. Сразу после возвращения саммита ЕС премьер-министр Великобритании собрал министров, а после вышел с заявлением камерам. В прямом эфире его речь транслировали британские каналы. Выбор за вами. Мое мнение предельно ясно. Я верю, что в составе реформированного Евросоюза Великобритания будет более сильной, более процветающей и в большей безопасности. Обещанного почти семь лет ждали. Проведение референдума было предвыборным козырем Дэвида Кэмерона. И вот он, триумф премьер-министра Великобритании. Угрожая выходом из ЕС, он заставил пойти на уступки весь Евросоюз. Соглашение подписано. Соединенное Королевство получит особый статус. Великобритания получила гарантии, что ей никогда не придется вступать в зону евро, а значит и зависеть от европейской валюты. Общее стремление ко все более тесному союзу, новый термин европейской политики, теперь тоже не касается Лондона. И главное, Евросоюз проведет социальную реформу, изменив базовые документы. Об этом на саммите спорили двое суток. Кэмерон предлагал заблокировать выплаты пособий мигрантам из других стран ЕС. Речь в основном о выходцах из Восточной Европы. Лидеры этих стран, понятно, были категорически против. Соломоново решение предложил Брюссель. Председатель Евросовета разработал программу экстренного торможения. Что значит, останавливать выплаты пособий можно, но только если страна докажет. Нагрузка на социальную систему чрезмерная. С таким условием соглашение и приняли. Мне никогда не нравился Брюссель. И мне не нравится Евросоюз. Но то, что организация вызывает раздражение, не значит, что она не приносит выгоды. Мы послали четкий сигнал, что можем пожертвовать нашими интересами для общего блага. Верю, что Великобритания нуждается в Европе, а Европа нуждается в Великобритании. Мы сделали все, что могли. И позвольте закончить свое выступление словами. Я люблю Лондон и я люблю Брюссель. Чтобы совсем не потерять лицо, Европа выторговала себе фактически единственный пункт соглашения. Лондон будет участвовать в обсуждении финансовой политики Еврозоны, но не будет иметь права вета. Пока в Великобритании обсуждают победу Кэмерона. На европейском континенте почувствовали неприятное послевкусие. Газета «Ле Фигаро» назвала соглашение между Лондоном и Брюсселем смертельным поцелуем. Развода избежать удалось, но медленный процесс демонтажа Союза уже начался, считают политкомментаторы. Теперь ни у кого нет оснований подчиняться общим требованиям. Устойчивость конструкции Евросоюза нарушена, считают наблюдатели. И у такого соглашения могут быть последствия. Всегда найдутся желающие получить особый статус. При этом некоторые эксперты считают, что за успехом Лондона стоят США, для которых Британия шанс держать руку на пульсе Евросоюза. США заинтересованы в том, чтобы Великобритания осталась полноправным членом Евросоюза. Но пусть и с некоторыми изъятиями. Потому что только оставшись членом Евросоюза, Лондон сможет оказывать влияние на политику Европы. А это важно для Соединенных Штатов. Соглашение вступит в силу уже осенью. В том случае, конечно, если британцы проголосуют за членство в Евросоюзе. Яна Подзибан, Алексей Лабушкин, Павел Матвеев, Первый канал, Брюссель.